По данным источников, принц Гарри своими мемуарами, возможно, планирует свести счеты с кем-то внутри дворца. Однако это может заставить королевских придворных дать отпор. Принц Гарри недавно объявил, что в следующем году выпустит точный и полностью правдивый отчет о своей жизни. Однако королевский персонал, как говорят, обеспокоен тем, насколько точной будет версия событий Гарри. Это произошло после того, как герцог и герцогиня Сасекские в этом году вергли королевскую семью в кризис, сделав ряд шокирующих заявлений о том, почему они покинули фирму. Королевский инсайдер сказал Mail Online. Бывшие сотрудники Гарри и Меган убеждены, что эта книга написана, чтобы свести счеты. Судя по интервью Опры Уинфри, некоторые из этих бывших работников просто не верят, что будет представлена полная и точная картина. Уже начались разговоры о том, какие шаги они могли бы предпринять, чтобы защитить свою репутацию. Гарри сказал в заявлении о своей книге. «Я пишу это не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал. Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал в течение своей жизни, и рад, что люди читают из первых рук отчет о моей жизни, который точен и полностью правдив». Во время интервью с Опрой Уинфри в начале этого года Гарри сказал, что он чувствовал себя пойманным во время жизни в королевской семье, в то время как Меган Марк утверждала, что она не получала поддержки, когда чувствовала, что может расстаться с жизнью. Меган также предположила, что их сыну Арчи Харрисону не дали королевский титул из-за цвета его кожи. Меган сказала в интервью. «В те месяцы, когда я была беременна, у нас шел разговор о том, что нам не дадут безопасность, Арчи не дадут титула, а также опасения и разговоры о том, какой темной может быть его кожа, когда он родится». Букингемский дворец на это ответил. Воспоминания могут отличаться. Понравилось видео? Поблагодарите автора лайком. Неуместные откровения принца Гарри в своей книге повлияют на его старшего брата. К такому выводу пришла королевский биограф Ингрид Сьюарт. Известие о том, что герцог Сассекс Кейн собрался опубликовать историю своей жизни в следующем году, уже активно обсуждают во всем мире. И если скандальное интервью о прикоролевская семья проигнорировала, то в случае с рукописью мятежного Гарри этот вариант не пройдет. Будущая книга уже названа «Цунами страха в королевских кругах». Британское издание Mirror, ссылаясь на тайного источника, сообщило, что мемуары Гарри будут содержать несколько громких заявлений и разожгут настоящий пожар вокруг монаршей семьи. Но больше всего это повлияет на старшего брата самого Гарри. Это не будущее Гарри, он далеко от всего этого, но это будущее Уильяма. Добавила Сьюарт. И действительно, все те нелицеприятные вещи, о которых продолжает твердить голливудский герцог, его то особо и не касаются. Он преспокойно живет в своем особняке в Монте-Сито, кормит вместе с Мэган своих курочек и рассказывает о своей непростой прежней жизни во дворце. Зато на принца Уильяме сейчас сосредоточено все внимание прессы. Какие же откровения будут в книге? Гарри уже успел высказать всему миру, как им пренебрегали все члены королевской семьи в своем фильме «Я», которого ты не можешь видеть. Он также заявил, что его отец принц Чарльз Не был великим отцом и раскритиковал методы его воспитания. Принц Чарльз же продолжает хранить молчание, но ему определенно неприятно слышать такое в свой адрес. Он его сын. И как же ему должно быть больно все это слышать, поделилась Сьюарт. Однако, рукопись Гарри не единственная книга, в которой могут быть новые откровения Сасекских. На днях представители голливудских герцогов объявили, что биография Сасекских в поисках свободы дополнится новой главой. Выпуск обновленной биографии запланирован на 31 августа, что совпадает с датой годовщины смерти принцессы Дианы. В новом издании расскажут о скандальном интервью Упре, о переезде Сасекских в Калифорнию и о всех их благотворительных и деловых проектах. А оригинальность нынче действительно в большом почете. Вы только подумайте, два человека, так и не излечившиеся от душевных травм и страдающие психическими расстройствами, о чем они сами периодически с удовольствием сообщают. Дают интервью, снимают фильмы, пишут книги. В общем и целом, как бы являются лидерами мнений и, к огромному сожалению, служат примером для невероятного количества незрелых умов по всему миру. Это же кошмар. Шедевр принца Гарри и Опры. Не без участия Меган, конечно, номинирован на имя. Герцогиня взяла на себя смелость и ответственность спродюсировать мультфильм о девочке, проходящий период становления и развития как личности, на примере сильных и влиятельных женщин. Прослеживается параллель, правда? Когда-то ведь и Меган была девочкой 11, 12 или 14 лет, точно нельзя сказать потому, что ее показания, как всегда, разнятся, вдохновившиеся идеями великих женщин-борцов за равенство и справедливость. Миссис Маркл абсолютно убеждена в том, что именно ее гневное письмо в Практе Энд Гэмбл заставило гиганта отрасли меньше, чем за месяц, изменить рекламный слоган громадной рекламной кампании. Чудеса да и только. Хотя удивляться нечему, учитывая склонность Меган к преувеличению и искажению фактов. Если уж она сама не помнит, в каком именно году она написала это судьбоносное письмо, эффект от которого даровал ей почву под ногами, уверенность в себе и пространство для дальнейших действий. Думаю, что все абсолютные идеи убеждения, программы, выдвигаемые и продвигаемые сасексами, стоит подвергать большим сомнениям и масштабной проверке. К чему это я? А помните, как почти сразу после рождения Арчи пара трубила повсюду о загрязнении окружающей среды и о том, что нужно уменьшать количество топливных выбросов в атмосферу? Да. А помните, как практически сразу после этого заявления молодые родители прыгнули в частный джет и умчались в Ниццу на виллу Элтона Джона? Еще потом на Ибицу заскочили, чтобы день рождения Меган отпраздновать с размахом. Правда, последовательные и ответственные люди. А помните, как после рождения Арчи и, соответственно, сильно после рождения третьего ребенка Кембриджей? Все те же Гарри и Меган заговорили о том, что больше двух детей в этот мир приводить не будут потому, как это вредно для окружающей среды. Получается, Гарри, зная, что его брат и невестка, тоже ведущие определенную работу в сфере улучшения и защиты окружающей среды, сознательно подчеркнул тот факт, что Уильям и Кейт ей окружающей среде вредят. Да еще и как вредят, фактом наличия у них троих детей. Вы вдумайтесь только, взрослый мужчина во всеуслышание заявляет о том, что фактически его племянник стал еще одним звеном в цепи, вредящей нашей планете. А теперь представьте себе весы, с одной стороны принц Луи, например, а с другой Гарри, Меган и Арчи летят на частном самолете в Ниццу. Ну потому что нельзя с таким маленьким ребенком таскаться по миру не в частном самолете. Это вредно. И опасно, в общем, представили. Я думаю, тут комментарии излишни. Но самое ужасное в этой ситуации то, что герцогу и герцогине таки вручили награду премию в размере скольки то там фунтов стерлингов за добровольный отказ от деторождения в будущем. И решение их, конечно, не продиктовано тем фактом, что Меган как бы почти скоро уже и с ракет. Да-да, организация Population Matters сделала герцогов своими героями и, зная их влияние на определенных представителей людской расы, таким образом, неслабо продвинулась в распространении идеи об уменьшении рождаемости. Это актуально просто как никогда. Особенно в условиях мировой пандемии. С одной стороны, конечно, мы должны порадоваться такому решению ребят. Местами даже поблагодарить их. Но вот о чем временами думаю я. В чем выражается, выражалось или будет выражаться конкретная полезность герцога и герцогини для окружающей среды, американского или британского народов или тех самых часто упоминаемых ими цветных и смешанных рас. Может быть, кто-то заметил. Подскажите. Согласно People, герцог Сасекский будет прилетать в Лондон в рамках своей работы в компании по коучингу и психическому здоровью бета-аппинг. В настоящее время Гарри занимает должность директора по связям с общественностью. Компания расширяется вслед за возросшим спросом во время пандемии COVID-19 на приложение каучинговых услуг и платформой для решения проблем ментального здоровья. В Лондоне откроется офис с 75 сотрудниками. Компания также планирует открыть офис в Мюнхене и нанять 150 сотрудников в Европе в следующие 12 месяцев. Спрос тянет нас на эти рынки, сказал The Times исполнительный директор Алексей Рабешо. Он сказал, что принц Гарри помог с планами по расширению Великобритании, предоставив некоторые идеи и советы. Рабешо подчеркнул, что принц участвует в принятии решений. На одном из стратегических совещаний по поводу позиционирования продукта рекомендация Гарри была лучшим решением. По информации Fast Company, монарх наладил отношение бета-апп со стартапом, конкурентом Peak State, специализирующимся на спортивной медицине. Принц Гарри будет участвовать в планировании стратегии компании, благотворительной деятельности и публично освещать темы, которые связаны с психическим здоровьем. В качестве топ-менеджера по связям с общественностью с бета-апп, герцог Сасекский рассказал о цели. Активизировать важные диалоги о психическом здоровье, создать благоприятное и сострадательное сообщество и создать среду для честного и открытого разговора. Он также поделился своей надеждой. Помочь людям развить их внутреннюю силу, стойкость и уверенность в себе. Из-за социальных барьеров, финансовых трудностей и стигмы, люди не могут вовремя сфокусироваться на собственном душевном здоровье. Ожидается, что принц Гарри проведет некоторое время в офисе стартапа в Кремниевой долине в Сан-Франциско. Также он будет присутствовать на собраниях и мероприятиях компании, которые могут происходить в Америке или Великобритании. Это может дать ему возможность прилетать в Лондон для работы после того, как он и его жена Меган Маркл ушли с поста старших членов королевской семьи.